Эта встреча с руководителем НКО – знак признания важности их миссии. Первый заместитель губернатора Дмитрий Лызлов отмечает, каждый представленный на конкурс социальный проект имеет большое значение для жителей региона. Общественники выбрали самые разные направления, и каждый отвечает на актуальные запросы людей. В этом году при поддержке губернатора Владимирской области Александра Александровича Авдеева сумма, выделенная правительством, была увеличена на 38%. И в целом проекты получили поддержку 20 миллионов рублей. Эти проекты, они не взяты из воздуха, не придуманы просто так на пустом месте. Это неравнодушные люди, которые чувствуют вот эту проблематику, запрос населения и реагируют, реализуя свои идеи. Министр внутренней политики Владимирской области Татьяна Адулова знает в деталях каждый проект. По итогам конкурса поддержку получили 31 организация. Развитие сектора НКО Владимирской области признано и на федеральном уровне. Только в этом году по итогам двух конкурсов фонда президентских грантов победу одержала 51 общественная организация. В регион привлечено более 100 миллионов рублей. В ближайшее время будет создан портал, на котором будет собрана информация обо всех НКО области. Этот проект реализует Центр компетенции. Центр компетенции – это помощь в реализации национальных проектов на территории региона. Жилье и городская среда. Цифровая экономика Российской Федерации. Комплексное развитие сельских территорий. Руководитель организации Татьяна Тарасова рассказала коллегам. Важные семинары и события можно проводить на базе Центра компетенции по адресу улица Мира, дом 2. Курировать проекты победителей конкурса будут и в Министерстве внутренней политики. Один из них будет реализован в селе Второго. Хоккейную коробку здесь хотят использовать для занятий спортом не только зимой. В летний период времени так сложилось, что она находится в бесхозном состоянии. И для того, чтобы нам активировать работу в летний период времени, мы заложили в проект асфальтирование хоккейной коробки. Мы хотим возродить в нашем селе такую игру, как городки, большой теннис, волейбол, баскетбол. Средства на реализацию получили уникальные социальные проекты. Патриотическое воспитание, реабилитация военнослужащих, прибывших из зоны СВО, помощь семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Для школьников и студентов общественники разработали навигатор возможностей для молодежи Владимирской области. Главная цель и миссия нашего проекта – показать молодежи, что внутри родного региона, там, где они родились, выросли, получили базовое образование, множество возможностей стать профессионалом и сделать успешную карьеру. Наши лекторы рассказывают ребятам о том, где они могут продолжить свое образование и получить свою первую профессию. По оценкам Федеральной общественной палаты НКО Владимирской области, по активности занимают третье место в России. Такая оценка очень важна, но главное – диалог НКО и власти кардинально меняют к лучшему качество жизни людей.